Кисточки, бумагу готовьте. Смотрите, что мы на прошлом уроке рисовали. Покажи. Ух ты. Круто. Ух ты. Да, а что это такое вокруг дерева? У тебя очень красиво получилось. А что это такое вокруг дерева? Летает. Расскажи, пожалуйста. Это брызги такие вот. А-а-а. А это брызги про что? Может быть, листопад. Да, это задумано как листопад. Здорово, здорово. Это прекрасно. Видимо, очень сильный ветер, как сегодня в Москве, по крайней мере. Сегодня очень сильный ветер у нас. В Сане, допустим, ветра, по-моему, сегодня не было. А в Курске чуть-чуть ветер. Вот. Значит, он куда-то долетел, а куда-то нет. Это прекрасно. Как у вас настроение? Скажите, как у вас школа? Поделитесь, у вас же школа началась. Как вам? У меня школа через один месяц. Что? У меня школа через один месяц. Вот. Здравствуйте, Егор. Здорово. У тебя через месяц. А кто уже пошел в школу? Я прошла. Я уже пошла. Я пошла. Я пошла. Вот, вот еще. Да, здорово. Ну и что, как вам первая неделя? Как вам первая неделя? Потому что на вторую неделю я получила и четверку, и пятерку. У меня онлайн школа. А у меня три дня. Я три дня только учусь. Ну здорово. Как тебе эти три дня? У меня уже три недели. Три недели уже, Татьяна? Да? Это Арина. Я поменялась. А, ты Арина? А, извини, пожалуйста. Три недели ты уже отучилась? Да, но у нас онлайн. А, ну здорово. И как тебе онлайн обучение? Совсем не нравится. Совсем не нравится? А у нас тоже онлайн обучение. И я очень рада, что онлайн. Потому что у меня школа в России. А сейчас я в Австралии. А мне что, летать туда? Конечно, конечно, конечно. Ну здорово. Слушайте, я рада, что у вас такие яркие эмоции по первой неделе в школе. Вот, я предлагаю вам сегодня порисовать. Вообще занятия у нас всегда мы будем рисовать по теме, но из головы. То есть у нас с вами никогда не будет какого-то конкретного сюжета, но всегда будет то, что вы хотите. Вот что вы хотите, то вы и рисуете. Вот нас подключили к фейсбуку лайв-трансляции. Вот, я так понимаю. Прекрасно. Значит, смотрите, что нам нужно с вами. Смотрите, какая собачка. Собачка. А как её зовут? Как зовут твою собачку? Её зовут Тямка. Как? Сямка. Самка? Тямка. А, Сямка. Тямка. 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 Будете рисовать, и мы с вами сейчас немножко порисуем. Приятного аппетита ему. Пусть он кушает тогда, мы не будем ему мешать, а он не будет нам мешать. Хорошо? И мы поработаем немножко. Значит, что нам нужно? Нам с вами сейчас нужен лист бумаги, простой карандаш и две руки. Да, лист бумаги, простой карандаш и две руки. Что мы сейчас будем делать? У меня карандашик. Будем с вами делать. У меня карандашик. Давайте, слушайте внимательно сейчас, а потом с вами поболтаем. Посмотрим, у кого что получилось. Берёте лист бумаги, кладёте на него руку. Диали. Наверное, левую. Если вы правша, если вы пишете правой рукой, то кладите левую. Хорошо? Или правую. Ну, в общем, какую вам хочется, то и кладите руку. И вам нужно её карандашиком вот так вот обвести. Обводите аккуратно, не торопитесь. Да, я плохо делаю. Вот. Не торопитесь. Прямо ручку, ручку прям... Никита, приложи, пожалуйста, ручку прям сильно к бумаге и пальчики разведи. Вот, отлично. И прям пальчики держи. И прям держи. Прям положите. Представьте, что ваша рука, она прилипла к бумаге. Вы никак не можете её отограть. Да, приклеена клеем. Или скотчем. Или вообще она туда засасывает её туда, как пылесос. Вот. Вы её обведите аккуратненько. А чем рука? Отлично. Если вам нужна помощь, попросите родителей, близких, кто вам может помочь обвести ручку вашу, да? Не, ну, молись. Вот. Потому что да, столько молись. Отлично. Прекрасно. Кристина, я вижу. Отлично. Давайте. Кто сделал, показывайте. Кто сделал, показывайте. Кто не сделал, доделывайте. Прекрасно. Да, вижу. Егор, замечательно. Теперь давайте, знаете, как с вами поступим? Чтобы эту ручку было получше видно, аккуратно возьмите фломастер или карандаш и нарисуйте этот контур чуть пожирнее, да? Просто, чтобы его было лучше видно. Потому что мы сейчас с вами будем рисовать внутри руки. Поэтому обведите ещё раз аккуратненько. А какой натур сойдёт синего цвета? А если ты хочешь, чтобы у тебя рука была синего цвета, ради бога. Здравствуйте, извините за опознание. Здравствуйте, ничего страшного. Присоединяйся. Присоединяйся. Так. Обводим ладошку нашу. Сейчас, Никит, секунду, подожди. Давай сейчас две минутки. Буквально вот сейчас все доделают это. Я скажу вам задание дальше следующее. И вы будете рисовать. А потом будем с вами обсуждать. Показывать друг другу, что у нас получилось. И хвастаться красотой. Отпусти секундочку. Да, пожалуйста. Мы не торопимся. Заканчивайте. Каждый раз. Дима, у него такой фронташ яркий, если надавить на него. Он прям чёрный. А ещё раз, что мы делаем? Мы сейчас берём лист бумаги, кладём на него руку и обводим. Просто обводим, и всё? Да, пока просто обводим, и всё. Очень знакомый голос. Да, я же говорю, Ибрагим, точно. Привет. Здравствуй. Привет. Очень рад тебя видеть. Да, просто обводим руку нашу. Вот. Сейчас будем рисовать внутри. Да, Арина, вижу. Здорово. Ибрагим, привет. Привет. И, значит, обводим, чтобы было хорошо видно, да? Вот вы видите у Анисы, посмотрите, друг у дружки, да, чтобы было понятно. Да, прекрасно. Вот, вижу, Марин, да, здорово. Единственное, знаешь, я бы тебе предложила её вот здесь вот так вот не обрезать, а чуть-чуть вот всё-таки опустить вниз, да? У нас же ручка с тобой, ладошка здесь не обрезается, а переходит рука дальше в кость. Поэтому ты можешь спокойно продлить там карандашиком, да, не обрезай ладошку нашу. Так, ну что, все сделали, кто сделал? Я ещё не сделала. Давай, доделывай. Я тоже не сделала. Угу, тогда догоняйте нас. Я сделала. Прекрасно. Тогда, кто не доделал, на секунду отвлекитесь, давайте послушайте задание, и будете уже делать дальше вместе со всеми. А я всё, я уже знаю. А задание у нас с вами в следующем. Каждый нарисовал из вас сейчас свою ладошку. У каждого она уникальная, у каждого она своя. Если мы с вами сейчас посмотрим все ваши работы, мы не найдём ни одной одинаковой, ни одной. Все будут разные. Да, да. И смотрите, у нас есть то, что объединяет все эти ладошки, да, это пять пальцев у всех вроде, насколько я вижу, да. Логично. Ну, не всегда, но тем не менее. А, то есть не всегда пять. Конечно, есть то, что нас всех объединяет, да, но у каждого своя ладошка уникальна. И мы с вами сейчас внутри ладошки этой, внутри этой руки, каждый нарисует что-то своё. Я предлагаю вам нарисовать внутри ладошки, да, да, то, как вы, какое у вас настроение, как вы себя сейчас чувствуете, как вам сейчас. Да, вообще, вообще, а как это нарисовать? Допустим, вот просто такой ладкой или как вообще? Зарисовать всю ладошку, чтобы каждый пальчик был разрисован. Можно каждый пальчик отдельно разукрасить, в каждом пальчике нарисовать какую-то историю, каждый пальчик как-то раскрасить и как-то это всё вот сделать, да. То есть вам надо разукрасить всю ладошку. Ну вот представьте, что ваша ладошка... Аналогичное задание у нас уже было. Да, не, не было. У нас, у нас с вами не было. Не надо. Только мы зарисовывали весь лист. Ну, это совсем рано. Я в несколько ногти нарисовала глаз. Ну вот, вот, замечательно. Можно рисовать всё, что хочется, всё, что нравится, да. Всё, что хочется, всё, что про вас, да. Вы же свою ладошку рисуете. А можно вообще узор нарисовать? Конечно. Всё, что хочется. Можно рисовать вообще всё, что хочется. Вот прям совсем всё, что хочется. И краску тоже? Конечно. Вообще всё, что нравится. Любого цвета, любого узора, любой фактуры. А, Никит? Что? Скажите, пожалуйста, что мы сейчас делаем? Никит, а мы сейчас заполняем нашу ладошку и раскрашиваем её. И рисуем в ней всё, что хочется, всё, что нравится, всё, что выделяет и отличает твою ладошку от ладоней других ребят. Да, вот мы сейчас сидим, нарисовали с вами, ну, как минимум, 10 ладоней у нас точно с вами есть нарисовано. И каждый сейчас её по-своему раскрасит, по-своему изобразит, по-своему сделает. И вот ты сделай так, как тебе хочется, так, как тебе нравится. Хорошо? У меня ладошка у меня летает. Чего с ладошкой у тебя? Смотри. Я не вижу. К сожалению, не видно. Что там происходит? Она летает, ты сказала? Да. Да? А куда она полетела? Полетела она куда-то? Да. А куда она полетела, твоя ладошка? Не знаю. Не знаешь? Она одна полетела или с кем-то? Одна. А одна она полетела. А куда же она полетела? Ты знаешь? Нет, я не знаю, куда она полетела. Не знаешь. Ну, ее надо раскрасить. Конечно, раскрасить. Куда полетела твоя ладошка? Она полетела в джунгли. В джунгли полетела. А что она там будет делать? Искать самую большую пальму. А зачем ей нужна самая большая пальма? Чтобы там найти птенчика. А что она будет делать с этим птенчиком? Она его кормить будет, птенчика? Она с собой семечки взяла. Она его кормить будет, птенчика? У меня супер смешная ладошка. И у меня. У меня вообще что-то непонятное. Зачем я так сделала, я сама не пойму. Если захочешь, покажешь нам, хорошо? Да, я сейчас покажу, только дорисую. Давайте, да, дорисовывайте спокойно. А у меня вообще маникюр. У вас еще есть пять минут. Точно, делайте, рисуйте спокойно, не торопитесь. Давай мы сейчас дождемся всех, хорошо? Чтобы все посмотрели. Да, я вижу, да. А ты не хочешь раскрасить? Ты цвет не хочешь добавить? Да, я сейчас раскрашу. Хорошо, давай. Я вообще не знаю, за чем я так делаю, но я так делаю. И я. Вот зачем ты делаю, а зачем непонятно. Это очень здорово делать так, как чувствуешь. очень приятно. У меня просто рука с глазами. А у меня вообще непонятно с чем. у меня рука с узором и глазами. А у меня вообще непонятно с чем. Вот зачем у меня рука вся разрисована? Сейчас посмотрим, и ты расскажешь нам, да? Что там у тебя получилось нарисовать. А сколько у нас времени осталось? Ну, я думаю, минут пять у нас еще есть. Рисуйте спокойно. Мы не торопимся сейчас. У нас есть время. Спокойно делайте, хорошо? Получайте удовольствие. Не торопитесь. У меня вообще парус, который проходит через глаз. У меня вообще непонятно что. Я готова. Я готова. Отлично. А я еще не готова. Тоже отлично. Нет, я говорю, я не готова. Я и говорю, тоже отлично. Я сделал точку. Отлично. Отлично, конечно. Это большой прогресс. Ты же нам расскажешь потом про это. Ты же нам расскажешь про эту точку. Ты же, Ибрагим, ты же опытный уже. Ты же знаешь, что важно еще, что ты расскажешь потом нам про эту точку. Правда? Самое сложное. Вот. Он самым сложным. Иногда одна точка, может быть, больше расскажет. Во-первых, да. А во-вторых, она может рассказать больше, чем разрисованный лист. Поэтому это тоже опасненько. А я на самом деле, у меня вообще что-то очень странное. У меня не разрисованный лист. Ага. Но все так будет странное. Ага. Кристина, ну что ты рисуешь вообще? Лада, ты что делаешь? Почему-то иногда мне просто хочется порисовать, а что рисовать я вообще не знаю. Мне вот иногда хочется порисовать, и я не знаю, что рисовать, и я просто рисую что-то там какие-то. А мне иногда хочется порисовать, и я хожу на рисование. Логично. А мне иногда хочется порисовать, и я рисую. А я иногда не знаю, что рисовать, но я хочу рисовать, а потом что-то придумывается. В процессе, да? Я почти наделала. Мама, что я делала? Что я делала? Покажи, что ты наделала. Покажи. Сейчас ты нарисовала. Так, смотрите, кто уже доделал? Ребят, кто уже доделал? Смотрите, вот тогда задание к тем, кто уже доделал. Теперь вам нужно заполнить фон для ладошки. В каком пространстве она находится, и где она лежит. Лежит, летит, стоит, плывёт. А можно в воздушном пространстве? Едет. Вообще, я не знаю, что с ней происходит. В общем, вам нужно заполнить пространство вокруг ладошки как-то. Ой, я знаю, что она у меня будет делать. Что-то, вот что-то, что-то с ней, что-то с ней происходит. А может, она у кого-то точно не будет? Можно поставить белый фон? Ребят, а может, по тому, что у меня получилось? Конечно, давай. Вот. Здорово. Ну, расскажешь нам потом, хорошо. Нарисуй, пожалуйста, для ладошки фон, где она находится, что происходит, какое пространство окружает эту ладошку. Я не знаю. Я тоже вижу, да, вижу. Здорово. 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 Моя ладошка находится где-то в лесу. Моя ладошка просто в космосе. А нет, моя ладошка в деревне. Падает и не ладает. В деревне? А что она делает в деревне? У нее же глаза, значит, наблюдает, смотрит, где ворок, где нет воров. Хорошо. Хорошо. Ну, тогда будешь нам показывать, расскажешь поподробнее, ладно? Хорошо. Давайте, у вас есть пять минут. Заканчивайте. Ну, не заканчивайте, а делайте спокойно. Сейчас доделаем. На этом как бы практическая часть заканчивается, да, потом будем уже друг другу показывать и рассказывать, что у нас получилось с вами сегодня. Что я делаю? А? Скажи вот мне, Кристина, что я делаю? Что-то. Вот именно. Что-то, а что, я не знаю. Что-то рисую. Ну, включи воображение, подумай, что это может быть. Что я делаю? Отлично. Хорошо. Ладошка в деревне? Что это такое вообще? О, а это тоже рисовать фон надо? А раскрасить фон надо? Кого раскрасить? Чего? Еще раз. Фон. Фон тоже рисовать? Да, фон. Нарисуйте, пожалуйста, пространство, в котором находится эта ладошка. А можно она будет просто в пространстве, которого не существует? Конечно, можно. Можно все. Но она должна где-то находиться. Она... Ой, я так что не успею дорисовать. Она на белом фонаре. Она на белом фонаре. Расскажешь. И все. Хорошо. Расскажешь. А я так что не успею дорисовать. Да, вижу. 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 Что я делаю? Я что-то делаю. Но я не знаю, что я делаю. Я что-то делаю. Так что не успею дорисовать мне. Тише. у меня целая картина ну это же замечательно у меня вот что а я не вижу кто показывает кто сказал а я не вижу 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 да давай сейчас дождемся всех хорошо давайте еще пару минут заканчивайте потихонечку вот и будем смотреть что у нас с вами получилось отлично давай завершай тогда заканчивай все заканчиваем потихонечку и будем начинать обсуждать у меня мне реально целая картина вкусненький оладушек а можешь немного наклонить камеру если это компьютер чтобы что-то было видно оооо ничего круто а что там не вижу оладушек может сказать чтобы я увидела просто через компьютер и что-то того что говорить а дождь давайте закончить наш аладушек и нам все покажет и расскажет. Дайте я дорисую и всем покажу. Конечно. Что еще не дорисую? Хорошо. Но не забудь. Да. Тихо, котик. Реально, у меня целая картина. Тихо, котик. Ты где же не котик, а молоко? Ой, я еще не докрасила еще одну большую часть. Я самую большую часть почти закончила. Давайте еще пару минут и завершайте, хорошо? Чтобы мы успели посмотреть все ваши работы. Ладно? А я почти закончила, мне только одну большую часть сделать. Отлично. Давайте тогда попробуем уложиться в две минуты. И смотреть, что у нас получилось. Желтенький. Желтенький вот сюда, вот сюда, вот сюда. Желтенький. У меня все готово. А у меня почти... О, последний штрих. У нас все готово. У меня тоже все готово. Последний штрих. Последний штрих. Отлично, отлично, отлично. Здорово, ребята, молодцы. И фандул. Последний штрих. И у меня. Отлично. Отлично. Все, я закончу. У меня все готово. Можно я покажу? Можно я покажу? Давайте прям буквально минутку хорошо дадим всем возможность закончить, потому что все будут смотреть, да, чтобы всем было интересно и свою работу показать, и посмотреть работы других, правильно? Мы же с вами рисовали каждый свою, и у нас точно нету с вами одинаковых. Точно нету. Со мной точно нету. Если у вас что-то есть, то у меня точно ничего нету. В общем, с вами. Ну, у меня точно нету. Вот, конечно. Поэтому мы сейчас с вами будем смотреть. Нет, вы бы просто даже до такого не додумались. Ой, крутится! А вот эта работа в мире такая, да? Или что это? Как будто в мире. Так, давайте, давайте, секунду, подождите, пожалуйста. Еще последняя минутка у нас. Последняя минутка осталась. Вот, завершаем, да, и откладываем все наши инструменты, заканчиваем. Завершаем. И будем все вместе смотреть, хорошо? Кто уже доделал, отдыхайте. Сейчас приступим. Одну секунду, да? Последняя минута у нас с вами. И минута закончилась. Отлично. Все. Тогда давайте по очереди будем начинать. А кто первый хочет у нас? Я хочу, я хочу. Я, кстати, первая сцена, мне кажется. Я могу лучше показать. Давайте. Все хотят быть первыми. Давайте тогда я буду назначать. Мне без разницы. Договорились? Мне без разницы. Чтобы никто не поругался, хорошо? Договорились? Мне тоже без разницы. Тогда начнем. Кристина, давай, начинай. Ты держишь свой рисунок и рассказывай, что у тебя получилось. У меня эта рука, она глазами в деревне. Она как защитник. Если там какой-то вор или чужак, злодин, то она сразу же из своего глаза пускает в него огнем. И потом пусть полиция разбирается. Огонь в нее не умевает, но просто не дает двигаться. Это уже фэнтези. Скажи, пожалуйста, а каждый палец у тебя за что-то отвечает на этой руке? Если рука защитник такой, то за что отвечают пальцы? Какая их роль? Всегда есть один палец с глазами дежурный. Тот, который зачищает. Остальные, то время сядут. Понятно, здорово. Скажи, пожалуйста, а кто там в деревне живет? Хозяин этой руки. Друг хозяина, точнее, два друга, их семья. И сюда каждый год приезжают иностранцы летом. Как интересно! Точно, здорово. Слушай, здорово. Я бы с удовольствием в эту деревню съездила туристом и посмотрела, как там все устроено. Там есть какие-то... Главное, чтобы меня огнем не пыльнули. Да, да. Но мы же не воры с вами. Поэтому я надеюсь, что рука нас пропустит. Да? А есть какое-то... Есть какое-то кодовое слово для руки, чтобы она нас пропустила? Ну, нет, поскольку воры и злодеи могут узнать это слово и делать так, чтобы рука спустила. А может быть, знаете, как, Кристина, может, так вот, рука с помощью своего глаза проверяет, что внутри, что творится в голове человека? И если он... Нет, это не пришелец, который читает мысли. А как она определяет, Кристина? Это делает запросы рука. Ну, то есть она дает информацию в мозг человека. И читает именно информацию под эту. Потому что у человека бывают секреты, и рука не... и рука как бы не... не вредная, не хочет узнать секреты. Угу, угу. Поняла. Спасибо большое, Кристина, очень интересно. Спасибо тебе огромное. Спасибо. А следующий нам расскажет... Давай Ибрагим. Лейла и Ибрагим. Кто у вас там делал? Давайте, показывайте. Давайте. Давайте, давайте. Ну да, мы вместе делали. И я, и... Ну только вы камеру включите, а то вас не видно. Да, да, я сейчас просто... вот. Отлично. Давайте по очереди. Это твоя рука. Да. В которой находится еще одна рука, которая показывает лайк. Здорово. Что это такое? Ну-ка расскажи нам, где она находится? Она находится на съемках новой рекламы. Угу. А реклама чего? Шампунь, жевай, суп. Это шампунь. Угу. Угу. И как ей в этой рекламе сниматься, нравится? Да. Или как нравится? Видите, она лайк показывает. Ну здорово. Слушай, а вот она такая разноцветная. Это что за цвета у нее такие? Просто... Слушай, и что там еще, извини, пожалуйста, там в том лайке, который держит? Это узоры. А, это узоры, да? Они что-то значат для этого лайка или нет? Или это просто... Что это такое? Это просто эмоции показывает. Здорово. А, слушай, а вопрос, а почему вот у этого лайка палец синий? Один большой. Что это такое? Да, просто. Что-то с ним произошло? Синий какой-то, да? Что-то с ним произошло или почему-то синий? Он не снигает. Он почему-то спил. Может быть, он шампунь тестировал. Да, шампунь тестировал. На, на пальцах. И я получил шампунь. На, этот шампунь не ядовитый, а то как-то палец как-то посинел сильно. Нет, это просто он слишком переборщил шампунь. Ну, хорошо. Спасибо большое. Так, Лейла, давай, показывай. Какая рука. Ну-ка, расскажи, что здесь такое? Вот здесь рука. Что это здесь такое? Она в непонятном измерении. Что это за измерение такое? Что там происходит? Нет, я... А что там происходит? Там какие-то вот, я вижу, красные всполохи. Что это? Это огонь или что это такое там? Взрывы. Взрывы. А что там взрывается кругом? Что это такое? Мины. Мины взрываются. А что с самой рукой? Вот внутри у неё тоже, я вот вижу, красное что-то. Это тоже какие-то взрывы? Что это такое? Это просто раскрасим. Не, я понимаю, конечно. Она тестировала от этой и выгибной руки шампунь. Слушай, а вот у неё там на большом пальце какой-то либо напёрсток, либо что это такое? Там мордашка такая нарисована с рожками. Это кто такой? Это Батмен. Демон. Это демо. А что он делает? Это рука демона или что он там делает? Нет. А что это такое? Он ничего не делал. А ну а как он там оказался-то? Он покушал и руку делает на живот. Что он, например, поел он? Ну да. Ага, и залез на руку? Нет. Или он руку ест? Нет, он это делает вот... Типа вот... А это его рука, нет? Это его. Это его рука? Это рука демона? Да. Ничего себе! Да! А что он ел-то сейчас? Если он такой сытый, такой довольный, что он ел? Он... Ну... Сейчас. Он ел запеканку с чаем. Неожиданная еда для демона. Интересно. Спасибо большое. Спасибо. Так, следующий, так как я вас назначаю, да, следующий покажет вот у нас Аниса. Правильно я имя сказала? Нет. Правильно, Анисия. Анисия, прости, пожалуйста. Анисия, следующая ты. Давай. Вот... Показывай нам. Моя рука побежала в волшебный мир. Она дошла там, где заходит солнце, сбежала в это солнце и попала в волшебный мир. Вот она шла, шла в синей траве и упала в белое болото. Её вытаскивают, пытаются вытащить, но как не схватили за большой палец, поэтому её тогда нельзя вытащить. Да, она всё равно довольна. Вот тут она показывает своё настроение. Слушай, а почему её нельзя вытащить? Кто её схватил? Ну, звери, которые жили в этой волшебной страде, волшебные добрые звери. Они решили побочь в моей руке. Ну, четыре зверя, просто пятый не подошёл, поэтому у каждого по штучке, они накинули каждый на один палец и тянут, а пятый не пришёл и не накинул на большой палец, поэтому вытащить они не могут без пятого. То есть должен прийти пятый, да? Да. А когда он придёт? Он придёт вообще? Какая ситуация там с этим? Нет, он сейчас спит, зверя спит, поэтому никогда не придёт. Вообще никогда не придёт? Вообще, я думаю, может, если какой-то шестой или седьмой подойдёт. Слушай, а что же делать? Как твоей руке вылезать из этого белого болота? Ну, она, если большим пальцем дотянется до берега, может схватиться большим пальцем и... Ну, она будет тянуться-то? Как вообще? Ну, да, она сейчас пытается тянуться. Ну, хорошо. Спасибо большое. Очень интересно. Я буду переживать за эту руку. Я надеюсь, что она вылезет из этого белого болота. Можно я скажу последний раз про мою руку? Конечно, давай. Прорубку глазачьих. Каждый палец глазом имеет свою функцию. Например, большой палец вычисляет ложь. Указательный палец прокармливает остальных. Средний палец задаёт вопросы. Безвременный палец. Как бы... Ну, веселится. Остальные пальцы, когда им скучно. И мизинец. Мизинец помогает самому главному глазу вот тут вот. А этот самый главный глаз, он делает все сразу. Он самый главный, да? Угу. Здорово. Спасибо большое, Кристина, за дополнение. Так, следующий у нас Никита. Никит, давай. А потом Арину позовем. Давай, Никит. А я, я позже кого? А я не знаю, кто ты, прости, пожалуйста. У меня не появляется Никита. А, Алекс, давай ты, мы всех посмотрим, ребят. Давайте, всех посмотрим. Просто вас много, поэтому давайте по очереди, хорошо? Дожидайтесь, обязательно всех посмотрим. Никит, давай. А это рука? Угу. А можешь поближе к экрану, чтобы мы посмотрели? Это рука, рука, и она, и это рука, целая вселенная. Угу. Она не маленькая, не большая. Она вся вообще состоит из огня, а вокруг нее фиолетовый слой, вот он. И он его окружает, и тот, кто находится внутри, он не может к этому уйти. Но там живет хорошо, там вот, в самом центре огня, там кусок земли. Да, 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 я вижу. А дерево, на самом деле, это, это глаз руки, ладошки, а вот это черта, это ее рот. И еще наверху здесь брови. Ничего себе. Ордовый дом, он, наверное, не будет виден, там окошко вот там. Да, вижу, вижу, темненький такой, да, темненький вижу. И там кто-то живет, скорее всего, это кто-то деревенский, деревня, который сюда каким-то образом, сейчас бы он попал. Ага. Его здесь нет, он ушел по делам. Ага. И это, это огневая рука вселенная. Она питает в космосе, вот черный космос. Ага, ага. Эта рука любит играть с черными звездами, и эта рука очень хорошо видит в темноте, поэтому она и увидела черные звезды. И когда рука играет вместе с двумя черными звездами, то вот этот вот, вот этот мужчина, для него это будет как большое землетрясение. Ага, 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 а как рука со звездами часто играет, даже не спит, представляю, а то вот этот мужчина, он думает, почему так землетрясения такие, так часто происходят, и он ничего не понимает. Ага, ага. Он не понимает, что это глаз, вот. Ага, ага. Ага, слушай, а скажи, пожалуйста, вот этот фиолетовый слой, который не пускает никого выйти наружу, он какую функцию выполняет, он защищает или он сдерживает, то есть он для чего нужен этот слой защитный фиолетовый? Он скорее защищает, потому что, наверное, вы знаете, что в космосе есть пастероиды, чтобы не попасть случайно и ничего там не разгрузить, есть такой фиолетовый слой. Ага, слушай, а у меня ещё вопрос, ты знаешь, я вот смотрю, мне кажется, там достаточно безопасно, единственное, меня интересует, а есть ли там вода внутри этой руки, потому что я вижу дерево, я вижу землю, но меня беспокоит, что там совсем нет воды, как же там можно прожить и прокормиться без воды? Ага, сейчас. Есть она там или нет? Ну, как и в обычной земле, можно покопать землю и найти чистый источник. А долго копать-то придётся? Нет, именно в этой вселенной источники бьют прямо очень высоко. Копать идётся, но не так, как на земле, но много быстрее. Слушай, а этой планете не будет больно, если её там копать-то постоянно, как вообще? И не будет, ведь землю тоже копают, а она не стоит, и здесь тоже не будет. Ну, хорошо. Никит, спасибо большое за руку вселенную, вообще, прекрасная. Можно я дополню? Ты хочешь дополнить Никитин рисунок? Нет, я хочу свой дополнить. Дополнить? А ты рассказывала разве? Ты же не рассказывала ещё. Да, я рассказывала. А, рассказывала, прости, пожалуйста, у тебя же болото было било, прости, пожалуйста. Никит, ты закончил? Кстати, у меня есть идея, как назвать эту планету. У меня есть идея, как назвать эту планету. Это надо у Никиты спросить, хочет он, готов он услышать идеи по планете по своей или нет? Может, он тоже придумал себе название. Я могу послушать, какая идея. Давай. Какая? Рукитониум. Что? Рукитониум. Рукитониум. Можно дополнить? Да, давай, Анисия, дополняй свой рисунок с болотом. Реально? Попоним. Ну вот, тут, наконец-то, у меня пришёл пятый, вот, накинул на большой палец и вытащил, вот. Отлично. Ну, теперь все вот эти, которые они накидывали, они пролипли к руке, и она не может их отодрать, поэтому это теперь её ход. Ну, видимо, теперь придётся им как-то учиться между собой взаимодействовать, да? Да. Ну, я рада, что они её вытащили из болота. Ей стало легче, что они её вытащили? Как ей стало? Ну, да. Она благодарна этим или нет? Как вообще? Да, благодарна. Рада? Ну, слава богу, я очень рада, Анисия, я очень рада. Так, следующий у нас был... Да, улыбка до ушей. Ну, прекрасно. Да, я помню, Арина, да, давай, Арина. Следующий Егор, вот Егор, держи, давай, Егор, следующий ты. Хорошо, мы сейчас Арину посмотрим, потом тебя, договорились? Давай, Арина. Ну, рассказывай, что у тебя за красота получилась? Вот каждый палец, это как бы на каждую картину, она когда рисует, она обязательно, каждый цвет, который использует, тыкает пальцами в тот цвет. И, например, вот этот цвет говорит про картину, которую мы сегодня рисовали утром. Вот это дерево. Или вот это про вот эту картину. Потом она находится в мире рисунков, и там то, что происходит, все время переходит в живую. Поэтому, когда она нарисовала дерево, оно в течение получаса должно стать настоящим. М-м-м, ничего себе! Или вот этот цветок тоже. Ничего себе! Слушай, скажи, пожалуйста, а она может нарисовать что-нибудь плохое? Нет, потому что она добрая. А если она путешествует по миру, да, по такому волшебному, и она видит что-то плохое, что она делает? То она может нарисовать это плохое, зачеркнуть это, и потом это исчезнет. М-м-м, то есть она может что-то плохое стереть или перерисовать это? Да. Класс! Класс! Здорово, слушай! Очень здорово! Спасибо тебе большое! А мама, моя рука с ней дружит, защищается, защищается с добростью. Анисия, Арина, у Анисии к тебе вопрос. Да. А этот твой мир, он создан, то есть там появилась первая рука, и они начали рисовать там землю, он так появился? Да, она, её прабабушка создала ведь этот мир. Она нарисовала большой разноцветный круг, и потом начала рисовать на него радугу, или домики разноцветные. А, понятно. Арина, у меня вопрос. Да. Может, моя рука, которая защищает деревню от злых, все деревни от злых, с тобой, с твоей рукой дружит, типа как защищает добрых? Она в отпуск проезжает к нам. Если уж так, то я тоже, моя рука, моей руке не хватает двух звёзд, и моя рука тоже хочет подружиться со всеми другими руками. Ребята, вы будете дружить с рукой Никиты? Да. Я и мой друг, я хочу, чтобы с моей кто-то дружить. А твоя рука, да, я буду с тобой дружить. Класс, я тоже буду с тобой дружить. Я тоже хотела с тобой подружиться. Я тоже буду с тобой дружить. Никит, слушай, а почему не хватает твоей руке две звезды? В смысле, у неё, я просто хочу уточнить, я не поняла, ей нужно ещё две звезды, или у неё есть всего две звезды, и ей этого мало? Нет, ну просто иногда чёрные звёзды улетают хоть вокруг. И у тебя тоже, как я, и в моей руке становится скучно, и поэтому я тоже люблю. А твоя рука добрая? Конечно, добрая. Конечно, да, класс. Здорово, спасибо большое. Можно полицейским станет. Да, Арина, отключаться надо, да? Да, потому что у меня школа через 10 минут. Всё, тогда желаю тебе хорошего. А меня ещё забыли. А мы только Арину пока отключаем. До свидания. До свидания, пока, Арин, до свидания. Пока. Так, следующего я обещала Егора. Егор, давай ты. И следующий у нас будет Алекс. Алекс, хорошо? Я могу рассказать вам хорошо, Ванна. А потом тебя хорошо? Я могу двумя словами рассказать. Рука и маникюр. Подождите, я никого-то не слышу и не вижу. Вот у меня Егор сейчас, Егор, давай, рассказывай. Я могу рассказать через два слова. Давай. Рука, маникюр. Рука, маникюр. Мне нужно подробности. Во-первых, рисунок просто великолепный. Мне очень интересно его разглядывать и вообще, что там происходит. Ребята, а кто сейчас не разговаривает, выключите микрофон, пожалуйста, потому что немножко отвлекает. Да, Никита, что такое? А, Егор, а что под у на указательном пальце, это что-то похоже на пиратский флаг, но не совсем даже. Что это вот? Ну, вещь, которая, вот это, это используется, чтобы мазать ногти, и им дает цвет. А, это кисточка, да? Это кисточка, правильно? А, слушай, расскажи, пожалуйста, а что это вот за чёрный фон, на котором руку видно? Это что такое? Расскажи. Ну, просто, ну, например, вот это может. А, может, чуть-чуть подальше, я не понимаю, что это происходит. Ну, это такое мягкая вещь, на которой можно сидеть, или можно поставить руку туда, чтобы была мягкая рука, и чтобы она могла... А, поняла, поняла, поняла. Слушай, расскажи, пожалуйста, а этой руке она сама делает маникюр или ей делают маникюр? Ей делают. Ей делают? Слушай, а расскажи, пожалуйста, а ей нравится, как вообще она там оказалась? На маникюре. Она оказалась? Да, конечно. Видимо, что у неё нераскрашенные ногти, и хотела... Хотела быть актрисой. Актрисой? Да ты что! И она решила пойти в салон, да? Угу. И ей там сделали маникюр, чтобы она была такой... Какой она? Какой она хотела быть актрисой? Какая она хотела быть? Красивой актрисой. Здорово! А что, какие она роли хотела играть? Что ей нравится? Главная роль. Ну, слушай, а что ей больше всего нравится, вот, в... Комедия. В... Нет, в смысле... Доброе или такая, все. Вон. Какую роль она хочет сыграть? Первую. Кого? Ещё не выбрала. Ещё не выбрала. Слушай, ну здорово, я очень рада. Я надеюсь, что у руки всё получится. Ты как считаешь, у неё получится? Да. Ну, вообще, я с удовольствием приду на концерт, или где она будет выступать, эта рука, когда у неё будет первое выступление. Я с удовольствием приду. Я желаю ей большой удачи. Ребят, вы придёте на выступление этой руки, такой актрисе вообще шикарно? Да! Да! Да, конечно. Я не смогу, я слишком далеко! Ну, она же ещё не выступает, поэтому к тому моменту мы успеем приехать с вами. Да, я буду выступать, я всё равно успею. Его, спасибо тебе большое, спасибо. У меня вопрос. Да. Где будет выступать эта рука? В каком городе? Ещё не стала актрисой, не может ещё выбрать. Пока не станет, не выбирает. Ну, как ты скажешь, она мигом там окажется. У меня жена такая. Ей сначала надо встать. Так, теперь у нас Алекс. Алекс, давай. Я сейчас прийду. Моя рука в Египте. Давай. А можешь поближе чуть-чуть, поближе чуть-чуть, пожалуйста? Ага. Да. Ага. Да, давай, рассказывай. Египта, уставились на неё, потому что она торчала из земли, непонятно откуда. Эта рука может прыгнуть хоть куда, хоть на другую руку, хоть, ну, куда. Вот этот палец показывает, это мизинец, потому что он очень радостный. Этот палец с вот такой вот штучкой, это у него там вот мозоли у неё на руках. Он не сильно такой радостный. Этот палец много трудился, откуда у него мозоли? Ну, это же рука часто прыгает, поэтому он такой. Он всегда, она любит вставать вот так вот, ну, на этот палец. Ага. 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 То есть этот палец, он отв... Ну, и так мозоли на пальце. Ага. Ага. То есть всё-таки это с твоей рукой связано, да? Настя, закруби. Настя, закруби. Вот. Итак, мозоли. То есть я могу предположить, что этот палец, он отвечает за какую-то двигательную активность этой руки, правильно? То есть он как-то вот прыгает, да? Он вообще прыгает. Ну, это вообще пальцы, а этот палец. Ага. Здорово. Вот эти два пальца и, ну, короче, вот этот палец всегда недовольный. Почему? Недовольный, у него такой характер. А это... А этот палец, ну, он спокойно... Да. Ну, и что? Ну, и что? Угу. 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 А этот говорит. А что вы все устоялись на руку, которая торчит из земли? А этот говорит. Ну, извините. А вот этот, ну, он такой... А, вот, кстати... А, нет, вот мизинец, он радостный. А вот этот, это... А вот этот палец... Угу. Он... Он... Ну, у него, короче, он не такой уж радостный, потому что он всегда держит какую-нибудь кисточку. Ну, он художник. Ой-ой-ой, ну, не сильно, да. А сколько уже можно держать кисточку? Угу. Он говорит, что здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, скажи, пожалуйста, Алекс, а что там за такие красные всполохи вокруг руки? Это что такое? Это... Говорят, они такие здравствуйте всполохи. А, ну, то есть это... Ну, вот эти красные, это как будто звуки, да, какие-то? Да, ну, это здравствуйте такое. А, это здравствуйте. А, всё, поняла, поняла. Да, здорово. Спасибо большое тебе. Очень здорово. Благодарю тебе. Моя очередь. Моя рука. Вы только скажите, где спектакль? Наверное, на мигом там окажется. Вот, вот. Мы все придём к руке Егора, к той актрисе, обязательно на концерт. Это прекрасно. Да. Мы теперь придём. Она торчит в земле и прыгает по странам. Да, здорово. Здорово. А мы ещё, а мы ещё быстрее придём. Да, Ибрагим, ты что-то сказать хотел тоже. А как наш урок называется? Эмоциональный интеллект, наверное. А что, какой именциональный интеллект? А, мы сейчас не будем этого касаться потом, ладно? Мы сейчас просто порисуем, обсудим. У нас сегодня... Вот всё, что мы сегодня делаем, это про это. Ибрагим, ты хотел что-то сказать? Нет? Это Лейла хотела что-то сказать. Это, моя рука ещё быстрее придёт, чем у Али. Ну, прекрасно. Прекрасно. Она ей просто сварится в эту точку земли. Так, а давайте посмотрим у нас работу вкусного оладушка. Да, давай. У меня самое странное. Давай. Секунду. Я во время урока всё время рисовала, уберу свои рисунки. Давай. Сейчас. В общем, вот. Ага. Я же говорила, у меня ничего, ни с кем не сравниться. Ну, смотри, у всех разные. Я вообще даже не берусь сравнивать все ваши руки. Они настолько индивидуальные, разные рисунки, что просто выставку можно из них делать. Давай, рассказывай. Ага, эта рука, да, я ошибаюсь, где у меня рука. В общем, вот, нет. Ага, вот эта вот рука, она путешествует по миру. Чаще всего по морю и на яхтах. И вот тут вот у неё на пальцах маникюр такой, смайлики, настроение. И она никогда типа не бывает грустной. Но она вот тут вот иногда, это, сердится. Ведь это знак типа добро плюс зло, вот. Добро плюс зло. Вот. Тут вот яхта нарисована. И тут вот такой смайлик казарной. Вот. И она, в общем, она имеет волшебную силу. Она может перемещаться, то есть пожелать чего-то. И точно же она в том месте окажется. Вот. Потому что она за путешествия отвечает. Слушай, она одна путешествует или с кем? Она путешествует со своими спутниками пальцев. Эти пальцы, это, её, ей дают настроение. Вот. Один даёт просто радость. Другой, вот, радость просто. Другой, вот, типа, вот этот вот. Это подмигивает типа. Вот такое, о, я крутой. О-о-о. Вот. Вот. Так, минутку. А это что у меня? Этот. Этот вот. Подвисает немножко. Ага, ага. Этот палец. Что это? Этот палец просто спит Соня. Вот. И последний палец, вот этот вот. Угу. Это озорник. Вот. И эта рука путешествует по миру, разнося вот эти вот все настроения. Здорово. Спасибо большое. Никита, у тебя вопрос был. Да? У меня был вопрос, в каком море плавает твоя рука? Да, она во всех морях. То есть она, то есть у нее нет такого, что она, допустим, только в черном, только вот. Нет. Ну, сейчас вот. Вот. Где она сейчас? В Ледовом океане. Ну, она везде типа. Вот. Нет, ну, прямо сейчас она где? Прямо. Ну, она сейчас. Именно не на рисунке или на рисунке? На рисунке. Ну, она сейчас в каком-то из океанов. На экваторе, допустим. А, на экваторе. Видите, что я рисовала на уроке? Да. Здорово. Да. Это на предыдущем, а это сейчас. Здорово. Ты сказала, что она может быть в жизни, а может быть на рисунке. Вот в жизни. Где она сейчас? Ну, на экваторе. Тоже в экваторе? Хорошо. Тоже, да. Спасибо большое. А вы с ней видели, ты же вроде как-то тоже путешествуешь по морю. А как зовут твою руку? Разносчик настроения. Озорница. Озорница, точно. Озорница. Озорница. А вы с ней встречались? Конечно, это же моя рука. То есть, я путешествую по миру. А, нет. Эта рука сейчас в Австралии, точно. Я путешествую по миру. Я очень радостная. Я на яхте живу. Я очень... У меня все вот эти вот качества есть. И, в общем, вот. Здорово. Спасибо большое. Ребята, кто еще хочет показать? Кто еще хочет показать? Есть кто-то? Кстати, мою руку теперь... Я не помню, как ее звали. Сейчас, ребят. Одну секунду. Теперь мою руку зовут Малун. Как? Малун? Мою руку зовут... Мою руку зовут последователь. Мою руку зовут Радуга. Радуга. Егор, а как твою руку зовут, Егор? Твою? Да. Я вот сейчас написал... С фамилией? Не, ну как ты хочешь с фамилией, хочешь без. Здесь как... С другой стороны, если это рука актрисы, то, наверное, у нее есть фамилия. Она же известна будет нам. Красотка. Я в счет написал имя моей руки. Мою руку зовут... Ну, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Здорово. Кристина, а как твою руку зовут? Расследователь. А, расследователь, вижу. Егор, а ты напишешь нам, да, или я просто не услышала? Как твою зовут? Ее зовут... Я еще не знаю, как ее назвать. Анна Белговина. Как? Анна Белговина. Ну, будем искать ее на афишах. Спасибо большое. Я уже сейчас захожу в гугл. Ребята, давайте завершать. Вот, я очень рада была с вами, со всеми встретиться сегодня, позаниматься, порисовать. Вот, я в восторге от ваших рук. Да, давайте до встречи. Хорошо, встретимся еще раз с вами, порисуем вместе. Договорились? Я спать. Все. Пока. Спасибо. Тогда спокойно. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Руки. Буду со всеми дружить. Пока. Пока. Паша так, что аж на море цунами. Пока.